Акценты недели Мы трудолюбим, пытаемся в этом разобраться. И сегодня нам поможет известный немецкий историк, публицист и политолог Александр Рар. Здравствуйте. Здравствуйте. Я продолжу перечень ваших титулов. Вы почетный профессор Московской дипломатической академии, а также Московской высшей школы, член немецко-российского форума, член Валдайского клуба, ну и директор немецкого совета по международным отношениям. И даже в этом перечне есть и советник российской компании «Газпром», если не ошибаюсь. Но, насколько я знаю, одной из целей вашего пребывания в Молдове это выступление с публичной целью, общее название, ну там, по целому ряду тем, и под общим названием, как мне кажется, «Россия-Запад», кто кого. И так уж сложилось в молдавской политике, что геополитический разлом, эта тема стала традиционным приемом политической борьбы в Республике Молдова. Причем оппоненты, что с одной, что с другой стороны, они с легкостью обвиняют друг друга в спекуляциях на эту тему. То есть, кто-то фотографируется в Вашингтоне, у кого-то складываются встречи с российским лидером. Вот насколько оправдан этот прием, предлагать избирателям выбор, основанный на геополитических приемах? Ну, так делают все в Восточной Европе, и так принято действовать уже с времен развала Советского Союза. Нужно все равно себе представить, что главная интрига еще не завершена после Холодной войны. Многие говорят вообще, что Холодная война вообще продолжается. Есть геополитическое противостояние в Европе, США, Россия. Это противостояние длится фактически уже 70 с лишним лет. И американцы, конечно, думали, что оно завершилось, это противостояние в 90-91 годах. И начали строить, конечно, свою вместе с европейцами Европу, основанную на двух китах, НАТО и Европейский Союз. Россия тогда, в 90-е годы, слабая, абсолютно зависимая от Запада, начала встраиваться в эту игру при Ельцине, при министре иностранных дел Козыреве. И если посмотреть даже в хронологию тех событий, мы даже увидим удивительные с сегодняшней точки зрения даже вещи, как тот же Ельцин, тот же Козырев, даже премьер-министр Черномырдин тех времен. Просто просили Запад принять Россию в НАТО или в Европейский Союз. Этого не произошло. Потом к власти пришел Путин, в России очень многое начало меняться, цены на нефть пошли вверх, Россия стала богатой страной, за 10 лет она стала сильной, державой внутри Европы. Но Европа к этому не привыкла, Европа этого не ждала, Россию не ждала в Европе. И сегодня все баталии происходят из места России в Европе. Россия, которая с времен Петра Великого всегда была частью Европы, решала судьбы Европы, тоже пытается и хочет, и требует для себя равного места на европейском континенте, в европейской архитектуре, архитектуре безопасности, архитектуре экономики. Но есть западные страны, которые ей это предоставлять не хотят. К сожалению, вот такие более маленькие страны, как Молдова, но даже Украина, становятся где-то заложниками вот этой большой геополитической игры. Вот проект или предложение российского президента создать общее европейское экономическое и политическое пространство от Владивостока до Лиссабона. Вот сегодня он еще так или иначе обсуждается в Европе, интересен? С моей точки зрения, это гениальная мысль, исторически абсолютно оправдана, и альтернативы вот такому движению нет. Потому что если мы не выстроим общее экономическое или даже общее пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока, тогда у нас в Европе будет новый железный занавес. Это надо избегать. И есть ведущие страны в Европе, назовем Германию, назовем Францию, которые выступают за эту идею. Потому что начиная с 1990 года, когда Европа стала меняться, когда рухнул Советский Союз, когда рухнула биполярная система, именно эти ведущие страны Старого Запада стали обдумывать, как заново построить новый общий европейский дом. И это предложение Путина, это предложение также, можно сказать, немецких канцлеров, в том числе и госпожи Мерка, которая подчеркивает, что эта идея по-прежнему актуальна. Дегол выступал за такой общий европейский союз. Его нужно сделать. Но нужно прямо сказать, что есть другие концепции Европы, которые не вписываются в концепцию общего европейского дома. И вот такие страны, как Англия, как Швеция, как большинство восточноевропейских стран, три прибалтийские республики, они отказались от этой концепции. Они, по наблюдению многих экспертов, находятся в системе Старой НАТО, Старого Европейского Союза, Старого мышления, еще времен Холодной войны, когда эти организации, НАТО и Европейский Союз, были выстроены для того, чтобы сдерживать Советский Союз. А сегодня некоторые страны хотят, чтобы эти организации наращивали свою силу, чтобы сдерживать новую Россию. Но это, конечно, путь к новой Холодной войне, потому что Россия будет давать сдачу, на Западе будет опять ставить ракеты. И мы вернемся к тому времени, которому нам казалось, что давным-давно ушло. Ну вот к этой теме мы еще вернемся. Пока поговорим о том, что, на ваш взгляд, или что видится вами, знаете, как говорится, что большое можно увидеть издалека. Вот известное выражение, в политике не столь уж важно, кто играет, гораздо важнее, кто ведет счет. Вот по-вашему, кто ведет счет молдавской политики, если вы наблюдали за тем, что происходит сегодня в Молдове? Ну, знаете, я специалист скорее по таким глобальным европейским вопросам. И трудно рассмотреть все политические интриги, искренние, полуискренние, которые ведутся в Молдове. Но мне все-таки кажется, что Молдова идет здесь по пути очень многих других постсоветских государств. И во многом здесь, конечно, засели олигархические структуры. Ну, такая судьба у всех новых независимых государств. Тут создаются новые элиты, которых до сих пор вообще не было. Есть отход от коммунизма, появилась возможность зарабатывать деньги, появилась возможность строить свободную экономику, рыночную экономику. И те силы, у которых есть влияние, у которых были деньги, особенно связи, воспользуются этой ситуацией. Но так, по моему наблюдению, уже несколько лет, Молдова в политическом плане, конечно, делится на две части. Одна очень проевропейская часть, и одна часть, которая все-таки не хочет терять свои связи с Евразийским союзом, понимая, что восточные рынки, не только российский рынок, а вообще, скажем, Евразийский экономический союз, тоже может дать Молдове очень интересные перспективы. Поэтому я приехал сюда, в Молдову, тоже обсуждать такую идею, которую я нередко слышу в Германии. О том, что в Украине, Европа, Запад тоже сделал определенные ошибки. Но нельзя было ставить такую громадную страну, как Украина, с таким разновидным населением, по масштабу больше Молдовы, перед выбором или Запад, или Восток. А надо было постараться всем договориться о том, что такая страна, как Украина, могла бы захватывать или осваивать и западные рынки, и восточные рынки. Поскольку в Украине это не получилось, и произошла даже катастрофа, чуть не мы вверглись в новую европейскую войну на территории Восточной Украины, мы сейчас, во всяком случае, в немецких кругах тоже обсуждаем идею, как создать именно идею, как провернуть идею общего пространства от Владивостока до Лиссабона, с тем, чтобы такие страны, которые находятся в «серой зоне», которая метается то туда, то сюда, которые не могут определиться, и за которые принимают решения другие, чтобы они не должны были делать этот выбор, а попали бы в какое-то абсолютно новое демократическое пространство, где нет уже черного-белого, где нет двух блоков, которые противодействуют друг другу, а наоборот две экономические организации, как Европейский Союз, может быть и НАТО, а с другой стороны Евразийский Союз, которые бы начали находить новые формы сотрудничества. И я думаю, вот в этом плане Молдова могла бы стать новой такой экспериментальной площадкой с большим знаком позитива, где можно было бы выстроить те отношения, которые нужны здесь, в стране, чтобы она действительно чувствовала себя комфортно и на Западе, и на Востоке. Ну, я тоже уверен, что нельзя ставить слабого человека перед выбором, потому что он будет очевиден, и не в пользу самого человека. Последние социологические опросы показывают растущий тренд левоцентрических партий. И в лидерах партия социалистов Республики Молдова и ее председатель Игорь Дадон, как наиболее вероятный победитель президентской гонки, в которой у нас объявлена дата президентских выборов 30 октября нынешнего года. Вот насколько это вписывается в планы тех, ну, будем говорить, как нас принято говорить, вот внешних партнеров Республики Молдова, тех, кто сегодня, чья воля, мне кажется, давлеет над политикой, над внутренней политикой. Ну, к сожалению, нужно сказать, что, конечно, внешний геополитический фактор, именно я его пытался описать сейчас знаком позитив, но он, конечно, влияет тоже здесь знаком негатива. И есть внешние игроки, которые просто смотрят на ситуацию здесь, на политическую, как на черное и на белое. Не допустить власти пророссийские силы или силы, которые хотят работать с Евразийским союзом, которые критически относятся к такому радикально открытому пути Молдовы в сторону Европейского союза. Мне хочется сказать, что тут извне можно очень много что сделать, и, видимо, и все игроки извне будут играть на этой площадке. Но в конечном итоге молдавский народ должен сделать выбор. За него это никто не сделает. Он должен идти и голосовать, как и в каждой другой стране. Все-таки здесь развивается демократия. И тут мы переходим к самому главному. Мне кажется, нужно четко посмотреть тенденции на европейском континенте. Мы все все равно, несмотря на то, что есть еще всякие занавесы, есть заборы, живем уже на одном континенте, в одной политической культуре и очень взаимосвязаны. Мы видим сейчас, что Европа меняется. И есть очень много недовольствия. Тоже в старой Европе такого недовольства не было за последние 25 лет. Мне тоже кажется, что для многих жителей и населения Молдовы именно эта прекрасная, комфортабельная, свободная, либеральная Европа не является уже тем кумиром, которым она являлась на протяжении последних 20 лет. И многие, в том числе и в старой Европе, тоже сейчас понимают, что в этом проекте Европы есть определенные ошибки, что эту Европу нужно где-то откорректировать. От этого рост правопопулистских сил, но и левых сил в Германии. Левая партия тоже набирает вес. И мне кажется, что социал-демократическая партия социалистов в Молдове, которая действительно будет обращать внимание на социальную нужду людей, а это, мне кажется, главный драйвер, который будет играть главную роль на выборах в Германии, в Молдове, куда не посмотришь в Европе, здесь в конечном итоге определит победителей на выборах в Молдавии и в других странах Европейского Союза. Я, слушая вас, отметил для себя, вы сказали, что нынешняя Европа прекрасная, комфортная, будем говорить, часть планеты. Насколько долго может продлиться это состояние, с учетом тех изменений, которые проходят в Европе? Посмотрите, огромное количество беженцев в Северной Африке. И в средствах массовой информации много сообщается о том, как достаточно негативно относятся к этим беженцам жители европейских стран. И часто мы видим, может быть, это не совсем политкорректно бывает, рассказано о людях, которые преодолели огромный путь через Средиземное море, попав, так сказать, на землю обетованную для себя и в то же время, и не найдя, наверное, может быть, всего того, что хотелось. Но в то же время бывшие жители Северной Африки закрепляются в Европе, начинают там становиться жителями этой Европы. Насколько они готовы адаптироваться к вот этим общеевропейским ценностям и сохраняя, как мне кажется, больше собственные какие-то законы, собственную культуру? Но у вас сразу много вопросов. Первое – это о будущей Европе. Я не знаю, очень сложный вопрос, и на него сейчас ответить трудно. Надо нечетко сказать, что в Европе, конечно, есть все-таки крепкий потенциал дальнейшего развития. Есть запас такого потенциала и силы. И в экономическом плане, я думаю, Европа не стоит перед какой-либо катастрофой. Но потеряем мы в Европе Грецию, еврозона может быть в международном масштабе немножко ослаблена. Да, есть проблемы с беженцами, есть много других проблем, о которых я уже говорил. Есть изменения в политическом эстеблишменте, появляются радикалы на правом и на левых краях. Но сейчас американцы предлагают Европе такой путь спасения. Объединиться в общую трансатлантическую свободную зону, где, конечно, в основном будут действовать американские правила. Хотя европейцы так не верят в экономики, даже в политики. Но зато Европа будет не только теперь в плане безопасности, но и в плане экономического дальнейшего развития защищена со стороны Америки. Но все равно это будет совсем другой Запад, это совсем другой мир. Это будет уже не та Европа, очень американизированная Европа, которая будет уже конфронтирована с совсем новыми вызовами из Азии, из Ближнего Востока, из Арабского мира. И, конечно, из Африки, откуда начинается просто эксодус населения. Это причин много. Политическое несостояние многих государств, гражданские войны. Но самое главное, о чем все специалисты говорят, резкое изменение климата во всем мире. Первые страны, первые народы, которые от этого будут резко страдать, это африканские. Народы, которые теряют леса, теряют воду, население там растет. Сегодня в Африке живет 800 миллион человек, уже через 50 лет там будет 2 миллиарда жить. Где эти люди будут работать, как они будут жить? Конечно, они будут идти на север. И у Европы сейчас два выхода. И об этом ведутся очень бурные дискуссии. Одна точка зрения такая, что Европе нужно обороняться. Это строить заборы, подкупать разных крупных политиков типа Эрдогана, чтобы они закрывали прочно забор все пути в Европу, чтобы НАТО контролировали бы Среднее море, Средиземное море, не пропускало бы шлюпки с беженцами в Италию, в Грецию и так далее. Это один путь. Конечно, у него есть очень много сторонников. Но нужно при этом сказать, что такая Европа, с точки зрения, конечно, европейских нынешних политиков, она теряет либеральный дух. Она уже становится внутри менее свободной, более эгоистичной. И уже Европа не сможет тогда вынашивать и преподавать всему миру свои большие либеральные ценности, которыми она так гордится. Другой путь, об этом говорят в окружении Мерка, об этом многие политики тоже мечтают. И этот курс тоже имеет очень много поклонников и сторонников внутри Германии, внутри Европы. Это вот либеральное направление, это наоборот, открыться. И предоставить всем, которые хотят прийти в Европу, там политическую убежисть, убежисть и возможность интегрироваться. Но это, конечно, означает, что Европа будет резко меняться. Что можно так и прямо сказать, что ислам действительно станет частью Европы. Одни этого боятся, а вот вторые как раз не боятся. И они считают, с моей точки зрения, немножко наивно иногда, что на стыке вот этих двух громадных глобализаций Европе удастся интегрировать вот эти новые силы внутри Европы и создать, наоборот, более сильную Европу, которая будет более молодой, более динамичной, и которая действительно потом сможет, благодаря вот такому новому населению, новые экономические силы, воспрянут и бороться против действительно крупных экономических и других вызовов, перед которыми Европа будет стоять в ближайшие десятилетия или столетия. Ну, можно разделять, а можно с этим не соглашаться, тут уже время покажет. Ненадолго вернемся и к темам нашей страны. Политики правых партий часто приводят Германию в качестве примера для Молдовы. Ведь все чаще здесь говорят о перспективе объединения с Румынией, такого вот, знаете, румынско-молдавского аншлюса. И в пользу такой перспективы высказываются и даже не просто политики, которые, ну, собираются проявить себя на этой стезе, но и уже и чиновники, которые представляют власти. Существует проект Унирия-2018, так сказать, хотят приурочить к столетию тех событий, когда эта территория стала частью Румынии. Говорится часто о том, что этот проект одобрен в Соединенных Штатах Америки. Насколько реалистичны планы вот такого объединения? Каким целям, на ваш взгляд, служит идея объединения двух стран, Румынии и Молдовы? И какова перспектива, на ваш взгляд, была бы для самих граждан Молдовы сегодняшних, в случае, если бы они оказались в один миг гражданами Румынии? Во-первых, многое зависит от экономического и социального развития в Молдове, как люди себя будут чувствовать комфортно в своем собственном государстве. Если они начинают себя чувствовать некомфортно, если происходит дестабилизация государства, в наших глазах происходит не в Молдове, но в многих других государствах, в том числе и в Европе, некоторые такие дестабилизационные процессы. Но там люди начинают думать, начинают радикально думать и искать другие альтернативы. Этого здесь пока нет, я не вижу. Что касается Румынии, мне кажется, что Румыния вписана в контекст Европейского Союза. Я не знаю, что вынашивают американские think tank, но Европа стоит на очень прочных позициях. Нельзя менять границы внутри Европы. Поэтому и осуждение России. Я не думаю, что после того, как Россия за то, что она поддерживала движение сепаратистов на Восточной Украине, была поставлена в такую ситуацию, где против нее просто ставили санкции, когда она чуть ли не стала во всем виноватым в Европе, когда критика просто лилась на Россию из-за того, что она влияла на Восточную Украину. Где-то кто-то вынашивал идею создания какой-то Новороссии, и что вот кто-то позволит Румынии после этого действовать то же самое способом в отношении Молдовы. Я думаю, что в Европе на это будет смотреть очень внимательно. И да, нельзя исключить, что в ближайшие 50 или 100 лет границы будут меняться. Я это тоже не исключаю внутри Европы. Но это должно делаться только через референдумы. Длительный путь должен происходить. И, конечно, нужно это делать в согласии с теми правилами, по которым живет Европа. Ведь у нас очень часто достаточно интенсивно обсуждается. И по какому пути развиваться? Ведь предлагается вариант конфедерации, то есть переустройства некоторого нашей страны. У нас есть внутренний анклав или регион, называется Гагулская автономия. Есть и непризнанная Приднестровская Молдавская республика. То есть Юра — это наша территория, общая территория Молдовы. Дефакто это территория, которая не подчиняется центральным властям Молдовы. И сейчас, буквально на этой неделе, на входящей неделе, возобновились переговоры в формате 5 плюс 2 по Приднестровскому регулированию. И вот в этой связи, насколько вообще эффективен этот механизм, на ваш взгляд, переговорного процесса? Может быть, достаточно где-то либо 2, то есть 1 плюс 1, 2 плюс 1, либо еще какой-то вариант. Потому что, смотрите, сам конфликт уже существует почти четверть века. И, так сказать, он стоит на одной и той же точке. Ничего не меняется. Существуют какие-то внутренние границы с внутренним регламентом пересечения их. И здесь, с одной стороны, граждане Молдовы уже отчасти привыкли к этому. Но, с другой стороны, это, конечно, какое-то ограничение, передвижение. Потому что и там, и с левого берега Днестра, и с правого берега Днестра живут практически родные люди. Говорят на одном и том же, или на одних и тех же языках. Потому что территория Молдова населена таким полиязычным селением. Мы говорим на нескольких языках, и это прекрасно, знаете, как говорится. Может быть, не кстати, но Карл Марк в свое время говорил, сколько раз, сколько знаешь языков, столько раз ты человек. И вот в этой связи, насколько видится вами перспектива этого затянувшегося конфликта. Ну, еще четверть века, уже, наверное, отживет то поколение, при котором начинался этот конфликт. Ну, мы же видим на примере Нагорного Карабаха, как это опасно размораживать конфликты. И там тоже живет уже население, которое, наверное, не помнит войну вокруг Нагорного Карабаха, которая тоже была еще в глубоких начале 90-х годов на исходе Советского Союза. Тут есть разные мнения. Но мне кажется, что эти проблемы не решаются. Они не решены. Нужно дальше смотреть и надеяться на то, что в замороженном виде эти конфликты не будут взрывать Европу. И такая точка зрения, она может быть синичная с точки зрения, скажем, тех пять держав, которые в этом формате каким-то образом пытаются развить ситуацию здесь в Молдове. Но в то же самое время они понимают, что другого пути сейчас нет. И я слышу на Западе такие высказания, что, слава Богу, хуже не стало. И все равно каким-то образом именно в Молдове есть возможность договориться. В отличие от Нагорного Карабаха, где в начале апреля опять чуть ли не началась война. Или в Грузии, где тоже вокруг территориально спорных республик, которые тоже еще до развала Советского Союза враждовали между собой, с Грузией. Тоже 10 лет тому назад произошла война. Так что давайте, мне кажется, нужно смотреть на это тоже позитивно. Рано или поздно этот конфликт может решиться. В ту или в другую сторону. Но сейчас конкретных возможностей его решать ни у кого нет. Поэтому, мне кажется, этот формат никуда не движет ситуацию. Но чтобы хуже не было, он должен дальше существовать. У меня устойчивое убеждение в том, что присутствие этих пяти сторон, помимо Молдовы, Кишинева и Террасполя, это просто желание контролировать друг друга этими пятью сторонами. Если можно предположить гипотетически, когда все они отходят и говорят, Кишинев, Террасполя, договоривайтесь сами. Но у этих пяти сторон всегда будет, ну не знаю, такая закрадываться мысль, а вдруг они будут принимать решения в пользу той, допустим, прозападной или провосточной стороны. И в этом смысле, наверное, вот их присутствие, это контроль друг над другом, а не контроль над процессом. Поэтому он и не движет. Но все равно ОБСЕ помогла остановить этот конфликт, когда он начался. И какой-то формат должен был создаваться. Так же, как нормандская четверка будет, я думаю, годами пытаться урегулировать теперь конфликты внутри Украины. Так же вот именно эта пятерка будет по-прежнему играть роль в преднестровском конфликте. Ну, будем надеяться, что да, хорошо, что не звучат выстрелы. И фактически эта территория, территория мира сегодня. И, наверное, так же мирно должно произойти на разближении. Если говорить о западном соседе нашем, о Румынии, чаще и чаще, особенно молдавские политики, так охотно говорят, что это употребляет такое выражение, Великая Румыния. У нас, к сожалению, в школах преподается история Румынии, вместо того, чтобы говорить о том, что это история Молдовы, вот учебник истории Великой Румынии. На ваш взгляд, кому выгодна вся эта ситуация? Кому выгодно то, что подрастающее поколение существовало в реалиях, так сказать, еще не случившегося аншлюса? Потому что, в принципе, с кем не поговоришь, особенно с выпускниками молдавских лицеев, они убеждены, что мы просто на время еще пока не часть Румынии. Ну, тогда можно посмотреть в Приднестровье и поговорить с частью населения. Там, которые говорят, если такое произойдет, если действительно влияние Румынии будет расти в главной части Молдовы, тогда можно будет поговорить также о переходе Приднестровья на совсем другой статус. Изближение с Востоком, с Россией и с Украиной. То есть, тогда в Молдавии начнется очень опасное движение и дальнейший раскол. Думаю, что разумные политики это все очень прекрасно понимают. И в Европе это тоже все хорошо понимают. Европейская точка зрения такая, что границы не меняются. Только в очень-очень экстренных случаях. И Румыния, я уже повторяю, встроена в европейский контекст. Она подписала все картии внутри Европейского Союза. И она тоже отдает свой суверенитет, в том числе на внешнеполитические решения, на вопросы безопасности центральной власти в Брюсселе. Поэтому и там будет приниматься решение в отношении так называемой большой или средней Румынии. И поэтому я бы сейчас не раздувал бы панику. Мне кажется, что культурное наследие здесь такое и сякое в Молдавии. И нужно найти действительно какие-то новые политические формы, чтобы те части населения, которые смотрят на Запад, и те части населения, которые смотрят на Восток, все равно чувствовали себя комфортно и уютно в одном государстве. И опять-таки мы возвращаемся к идее федерации. Большинство европейских государств построено сегодня на федеративной модели. Я про Германию могу это сказать уж точно. И в Германии есть тоже абсолютно разные менталитеты, разные точки зрения, разные культурные наследия на юге, где баварцы более связаны с югом Европы, и территории, где раньше находилась Прусская империя. И все равно Германия держится на общих интересах. Может быть, не всегда на общей культуре и не на общей религии. Но она держится и процветает. И это, я думаю, самое главное. Ну, раз мы раздвигаем немножко географию нашей беседы, поговорим об Украине тоже. На Ваш взгляд, что сейчас происходит? Смотрите, Украина эволюционировала от братской советской республики, когда жили в одной семье братских народов, как это было принято в советское время говорить, эволюционировала к стране, или к стране яркому противнику всего русского. И вот каковы перспективы этой эволюции? Она должна где-то во что-то вырасти? Или это будет постоянное состояние такое? То же самый выход для Украины. Федерализация государства. И нужно было это делать давно еще до этого конфликта. Может быть, еще во время времена правления Кучмы или Ющенко. Вот если бы Украина, ей советовали это и со стороны, и внутри Украины, создала бы федерацию, тогда бы восточные регионы страны, где живет население, которое можно назвать такой пророссийской или проевразийской населения, которое, во всяком случае, не хочет терять связи с Россией, родственные связи, экономические связи, могла бы себя чувствовать достаточно комфортно в сотрудничестве с российскими рынками. А западное население, которое, может, Россию ненавидит, ориентировалось бы тогда на Европейский Союз. И никто бы этому не мешал бы. Просто власть была бы децентрализирована, экономические решения, культурные решения для каждого региона бы принимались бы региональными центрами, а не центральным государством. Мне кажется, что вот тут Украина опоздала на поезд. И сейчас нужно к этой же самой идее возвращаться, но в очень-очень сложных условиях. Я понимаю. Мы говорили о том, что вы приехали к нам читать, так сказать, целый ряд, то есть лекции с целым рядом тем. И я для себя позволил такую роскошь обознать общую тему Россия-Запад или Восток-Запад. Но вот смотрите, здесь у каждого еще свои интерпретации. Что такое противостояние Востока и Запада? Это противостояние Москвы и Вашингтона или Москвы и Вашингтона-Брюсселя? Или, может быть, еще какие-то векторы в этом существуют? И я так понимаю, что, наверное, всегда в этой теме будет присутствовать и продолжение. То есть Восток-Запад, кто кого? Вы знаете, поэтому я написал такую толстую книгу, которая вычитает, может, она еще не вышла. Она все это старается разложить по полочкам. Конечно, все это непросто. Есть Запад, это трансзалатическое сообщество, и есть такой более другой Запад, может быть, Европейский Союз. Внутри Европейского Союза есть абсолютно разные точки зрения на будущее с Востоком. На Востоке есть Россия, но есть Евразийский Союз, кто-то входит Казахстан. Кстати, я там недавно был, абсолютно самоуверенная, самодостаточная страна со своими геополитическими интересами в сторону Китая и Европейского Союза. Есть такие страны, как Украина, как Молдова, Беларусь. Они же тоже играют очень важную роль в европейской политике. И тут мы возвращаемся опять к теме общего экономического и про санкции безопасности от Лиссабона до Владивостока, которые тоже нужно проинтерпретировать, подумать о том, возможно это или невозможно. Так что здесь поле для геополитических рассуждений, для экономических рассуждений, оно очень-очень широко. И мне кажется, что об этом просто нужно говорить. Нужно развивать или пытаться вставить куда-то в эту дискуссию какие-то новые мысли, может неправильные, может какие-то провокационные, но чтобы люди начали думать. Потому что чего нам не нужно, это возвращение к новому произведению теперь Восток, Запад, как мы это видели во время Холодной войны. Я честно думаю, что вызовы, перед которыми мы все в Европе, и Россия, и европейская часть Европы находятся, они другие, они страшные. И мы их будем чувствовать с каждым годом все больше и больше. И в конечном итоге мы все, или наши дети, скоро проснутся в другом мире, где предстояние, к сожалению, будет. Но не по линии Запад-Восток, а по линии Север-Юг. Что вы имеете в виду, Африка и Европа? Мне кажется, что о демографических изменениях в Африке и в Азии мы уже достаточно говорили. Но я просто уверен, что в Азии тоже будет то, что происходило в Европе за последние десятилетия, будут создаваться свои оборонительные союзы. Там идет крупкая гонка вооружения, стран, у которых есть деньги, которые будут тоже защищать свои интересы не только мирным путем. Есть тоже притязание стран к друг другу, есть взрыв и всплеск исламского экстремизма в очень многих точках арабского мира. И я не исключаю, что там действительно, и об этом пишут специалисты, произойдет создание некой такой очень опасной дуги таких несостоявшихся государств, но хорошо контролируемых государств такими террористическими группами, как Эл-Каида или ИГИЛ от Атлантического побережья Марокко до Афганистана, а может даже еще дальше. Об этом пишут, об этом специалисты пишут, это же не фантастика. К сожалению, мы же видим, что именно на этой дуге создается вот этот напряженности, туда идут оружие, не дай бог туда попадут какие-то грязные атомные бомбы, об этом тоже слухи уже ползут. Но, во всяком случае, из этого большого региона идут теористы взрывать города в Европе, не дай бог, еще в Америке. И я думаю, на Западе это понимают. И нужно сплотиться против этого общего зла, против этого общего врага. И нужно разобраться, почему это происходит. Тут, я думаю, что Путин абсолютно прав, предлагая Западу совместный антитеррористический альянс, не только в Сирии, но и в Афганистане, где даже это очень выгодно России, что все вместе работали над тем, чтобы Афганистан бы не развалился после ухода от УДВ НАТО. Есть еще другие примеры. Ливия, которая становится второй Сирией, где власти приходят теористы типа ИГИЛ, они уже отвоевали целый большой кусок государства себе, они будут контролировать нефть в этом регионе, там будет новая штаб-квартира этой ужасной организации. Все это надо понимать и видеть, но это же гораздо более угроза существования европейского мира, чем конфликт, который сейчас потух на востоке Украины. — Понимаю, но тем не менее, смотрите, в риторике европейских политиков пока еще существуют мысли, существуют идеи, которые пляшут вокруг противостояния востока-запада, то есть противостояния с Россией, с поддерживанием России. Сегодня, наверное, редкий телезритель не интересуется геополитикой, потому что сквозь призму вот этих процессов, происходящих в Брюсселе, в Москве, в Вашингтоне, в других центрах влияния, они пытаются увидеть то, что возможно, в перспективе может произойти и в нашей стране. В всяком случае, это каким-то образом будет опосредованно влиять на те или иные политические силы, которые будут предлагать свои программы, возможно, даже и побеждать в умах избирателей. И в этой связи, насколько оправдано то, что сейчас, допустим, так жестко отреагировала Европа на прирастание территориями Российской Федерации и на то, что, с одной стороны, смотрите, Россия, как оплот современного православия, она, в общем-то, может играть роль по сдерживанию ислама, который движется в католическую Европу. Тем не менее, как бы это со счетов сбрасывается. Мы подождем, когда конфликт север-юг станет настолько актуальным, что будет пересмотр всех этих игр и правил борьбы, которые сегодня происходят внутри Европы. И геополитическая площадка в Европе будет меняться. Знаете, я хочу сказать следующее. Плохо страдать комплексом старшего брата. Вот об этом все время пишут. Есть государства, которые действительно были раньше империями, у которых есть внутренняя какая-то болезнь от того, что рухнула эта самая империя. Они это переживают. Они, может быть, где-то и пытаются кого-то там запугать, чтобы вернуться в это свое прошлое. Но еще страшнее комплекс младшего брата. Это государство, которое всю свою новую детичность строит не на позитиве, как это нужно было бы делать, а на отвержение, отторжение от старшего брата. И чтобы укрепить эту идентичность, они все больше и больше начинают этого старшего брата ненавидеть. И его поливать грязью с тем, чтобы получить поддержку может быть другого старшего брата. Вот этот комплекс младшего брата нужно изжить. Нужно действительно в этом отношении понимать, что нужно строить общую европейскую семью, где будут сложные соседи, но и добрые соседи. И где симпатия будет тоже меняться. Иногда с одним соседом дружить, а потом с другим. Так Германия и Франция выстроили свои очень сложные отношения после Второй мировой войны. Они были врагами. И все равно прошло там 20-30, не 10 лет, но достаточно большое время. И вот именно эти две страны, которые на протяжении многих столетий были врагами, всем воевали с друг с другом, сегодня вместе строят Европу. Ну вот есть такая русская поговорка, кто кусает руку, которую протягивает в качестве помощи, тот потом лежит сапог, который пинает. Не знаю, на чем это основано, но есть такое выражение. Знакомлюсь с вашей программой визита в Молдову, я так отметил для себя, что одна из тем ваших лекций, это почему брюссельские бюрократы панически боятся 23 июня 2016 года. Расшифруйте, почему. И что это за дата? 23 июня будет голосование в Англии. О том, выйдет ли Англия из Европейского Союза или останется. Ну, действительно, об этом, я думаю, все сейчас обсуждают. Это ключевая дата. Она для многих может означать спасение или распуск Европейского Союза в целом. Есть такая крупная страна, как Англия покидает Европейский Союз, то Европейский Союз на другой день становится другим. Он будет без Англии. Вы же говорили, можно без Греции. Я на самом деле думаю, что ничего такого страшного не произойдет, потому что Англия и так никогда не вписывалась в такую узкую Европу. Она была островом, она требовала какой-то особый респект. Финансовая система, она сохраняла свою. Она сохраняла свою, конечно, она не входила в еврозону. Она в вопросах безопасности ближе работала с американцами, чем с европейцами и так далее. Но психологически это, конечно, будет означать для Европы, что один из самых главных членов, который и создатель Европейского Союза, покидает эту организацию. И многие боятся, что если вдруг англичане после этого будут жить лучше в автономии от Европейского Союза, то этому примеру могут последовать другие государства внутри и в центре Европы. И тогда уже Европейскому Союзу в этом отношении может не посчастливиться. Но это самый неприятный сценарий. Я думаю, что к этому не обязательно придет. Я думаю, что будет трудный выбор. Непонятно, как это все произойдет в Англии. Но в любом случае Европейскому Союзу есть о чем задуматься в будущем. Спасибо. Ну вот под занавес такой вопрос. Вы, как человек, который хорошо знаком с процессами политического, так сказать, формирования политической жизни в Европе, хорошо знаете, что происходит в Российской Федерации. То есть, что происходит на Западе, что происходит на Востоке. Вот ваше, скажем так, пожелание, наверное, нашим зрителям, как избирателям, на чем строят свои прогнозы, на чем строят свои политические предпочтения избирателя. И вот как смотреть на то, что происходит сегодня в Европе в целом с позитивом или с настороженностью, для того, чтобы правильно, во всяком случае, попытаться сформировать свое будущее. Я думаю, полагаться, конечно, на себя, а не на внешние силы. Внешние силы только могут помогать, но они не должны мешать. И выбирать ту партию, которая действительно своей программой, своими политиками, своими личностями, которые там работают, действительно может улучшить жизнь и жизненный уровень в стране и в каждой семье отдельности. И тут политикам и партиям придется вот за таких избирателей серьезно поработать. И даже побиться. Поэтому, я думаю, это единственный правильный путь, а другого демократии нет. Понимаю. Тут бы еще пожелать нашим политикам быть верным своим обещаниям, потому что, как правило, приходя к власти, даже вот смотрите, после 2009 года целый ряд проевропейских партий заняли лидирующее положение, формируя правительство, формируя экономику, формируя политический курс страны. Но, тем не менее, идея про европейское развитие, она как-то не, не то чтобы не прижилась, она как-то вот все время девальвируется действием. И вот в этой ситуации, наверное, это дает очки партиям, которые настаивают на сохранение Молдовы в поле зрения или в поле влияния евразийского пространства, потому что там рынок, там экономика, это возможность развиваться, получать экономические дивиденды. С другой стороны, сближение с Европейским Союзом расширило географию жизненного пространства граждан Молдовы. Мы беспрепятственно ездим по европейским странам, за что, в общем-то, я думаю, что многие этому рады, потому что в любом случае расширение жизненного пространства человека – это обогащение его личное. Евразийский Союз всегда был открыт. Согласен, но смотрите, для граждан Молдовы Евразия – это территория, ну, возможность реализации себя, то есть своих профессиональных навыков. Нас граждан Молдовы, как инженеров, как строители, в Европе сильно не ждут. Как оказалось, наверное, мифами, то, что рынок Европы будет открыт, и товары молдавские потекут туда рекой. Но они сами по себе создаются далеко не рекой, потому что экономика на сегодняшний день, так сказать, желает оставлять лучшего. Оставляет желать лучшего. И в этой ситуации, конечно, пожелать политикам быть верным, ну, это уже, так сказать, мой голос изнутри, как избирателя. И хотелось бы понять, почему вот эта преемственность между заявлениями и тем, что происходит во власти, когда люди попадают во власть, всегда остается вопросом, что двигает все-таки людьми, идя во власть, на ваш взгляд? Так это во всех странах так. А личное обогащение? Здесь, не знаю, наверное, но нужно поэтому укреплять суды, третью власть, четвертую власть, которые были бы контролерами и где-то судьями в этой самой игре. Во всяком случае, коррупцию и воровство никогда полностью не запретишь. Нужно преграды строить, и мне кажется, это только выселение третьей и четвертой власти, даже прессы. Но что касается первого вашего вопроса, я думаю, что нужно смотреть на это опять глобально. Да, хорошо ездит в Европейский Союз, но Европейский Союз, поймите, будет тоже меняться. У нас, кроме как в Германии, в других странах нет экономического роста, тоже есть безработица. Я надеюсь, что Европейский Союз выйдет из этого положения. Одни говорят, что в Союзе с Америкой. Но я хочу другую перспективу тоже показать. Я не говорю, что она там правильная, но она интересная. Это создание сейчас, я присутствовал на очень многих встречах, сейчас в Министерстве иностранных дел Германии, который руководит сегодня в этом году ОБСЕ. И там придумываются очень громадные и интересные схемы. Именно объединение каких-то форм сотрудничества между Европейским Союзом и Китайским шелковым путем. Это новая стратегия, которая сейчас разрабатывается в Центральной Азии, на Кавказе, с Россией вместе. Там строят, то есть пространство Евразийское начинает врастать в Европу. Не потому, что Россия это хочет, Россия в этом тоже участвует, но потому, что Китай это тоже подстраивает. Тут есть конкуренция Китая с Америкой, а не Америка с Россией. И вот в этом контексте нужно себя тоже найти в такой стране, как Молдова, понять. Туда могут прийти колоссально новые инвестиции, очень интересные инвестиции. Поэтому хорошо не думать о прошлом, не видеть себя постоянно жертвой холодной войны и так далее, а думать о новом мире. Именно в этом общем пространстве, гигантском пространстве для Европы, которое нужно вместе обустроить, чтобы оно было бы мирно, и люди бы все там процветали. Будем думать. Спасибо большое за этот разговор. Думаю, зрителям было так же интересно и занимательно. И, наверное, как никогда сегодня разговор с политологом был, в общем-то, достаточно насыщен и интересен. Спасибо. Будем с удовольствием вас сождать и в Молдове, и в нашей студии. Будем рады этим беседам. Спасибо. Вы смотрели «Акценты недели». У нас в гостях был писатель, публицист, политолог Александр Рар. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»